Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Я и моя команда провели эксперимент. Мы притворились обычными пользователями обменников и проверили 429 обменников, которые есть у меня на моём сервисе ExchangeSumo.com. Нашей целью было выделить самые быстрые, честные и терпеливые обменники. Я строю этот сервис как для самого себя, поэтому чем безопаснее и быстрее будет обмен, тем лучше получится продукт, который я создаю. Но насколько же много хитростей проворачивают большинство обменников? Кто-то не отображает операцию, кто-то затягивает, кто-то хитрит. В итоге из 429 обменников я выбрал только 10. Я не буду их показывать в видео, чтобы это не было их рекламой. Однако на сайте вы можете найти их список, и с каждым таким обменником действует гарантия в 300 долларов. За каждым обменом через список этих обменников стоит сумма в 300 моих кровных долларов, которыми я компенсирую издержки, если что-то пойдёт не так. Как бы это странно ни выглядело, но я сфокусирован именно на тебе, как на пользователя. Я стремлюсь к тому, чтобы ты был спокоен, твой обмен был выгодным и быстрым. ExchangeSumo.com. Мой мониторинг обменников. Ссылка в описании. Рэй Далио. Кто-то говорит, что этот парень лучше всех предсказывает крах рынков. Не буду лгать, новости далеко не самые хорошие, потому что Рэй Далио верит, что сегодня мы находимся в таком же периоде, в каком были в далёком 1937 году. Что же случилось в 1937? Что ж, фондовый рынок фактически рухнул на 50-60% и никак не мог восстановиться на протяжении следующих 17 лет, когда наконец-то смог осилить новые вершины. И я буду слишком мягким, если скажу, что это было не самое весёлое время для рынка. Но прежде чем мы начнём, я хочу поблагодарить каждого, кто помог лайком продвинуть это видео. И у меня действительно появилось много мотивации двигать канал дальше. Кстати говоря, именно поэтому я сейчас готовлю видео, которое будет длиться более часа. Поэтому попрошу вас набрать 3000 лайков и на этом видео, которое, кстати, тоже интересное, трудоёмкое и важное. А также пишите максимально много комментариев. Очень важно сделать это в первые сутки после публикации видео. Тогда YouTube заметит видео и добавит его в рекомендации. Спасибо большое за поддержку. Мы одна большая команда, и я это чувствую. Итак, важный и очевидный вопрос, который мы должны себе задать, а почему эти периоды сегодняшнего рынка в конце 2019 и в 2020 так похожи на то, что было в 1937? Ray Dalio приводит 4 ключевые причины, которые отвечают на вопрос «почему». Итак, что я собираюсь сделать? Сначала я покажу вам 4 причины, почему периоды 1937 и 2019-2020 годов такие похожие. А затем я расскажу вам, как подготовиться к таким потенциальным рыночным условиям, которые нас ожидают. Это очень важная информация, ребята, если вы участвуете в рынках. Первая причина. Это экономический цикл, или как далее его называют, краткосрочный долговой цикл. Он очень похож. Позвольте мне объяснить. Во время обычного цикла рынка того периода времени от 1932 до 1937, рынок вырос на более чем 300%, если точнее на 322%. Теперь, если мы посмотрим, что произошло, скажем, в наше время от 2009 и до позднего 2019, мы увидим, что рынок вырос более чем на 300%, если точнее на 326%, что очень похоже, правда? Поэтому неудивительно, что дух окончания обычного цикла рынка буквально витает в воздухе, так же, как это было и в 1937 году. Рэй Далио говорит, что мы находимся в седьмом или восьмом ининге бычьего рынка. Если вы не знаете, что такое ининг, я поясню. Это слово означает, что бейсбольный матч вот-вот закончится. Такая метафора. Также мы наблюдаем продолжающееся ужесточение монетарной политики центральных банков, которые на протяжении приблизительно 10 лет пытались поднимать учетную ставку, для того, чтобы немного остудить перегретый рост в экономике. Правда, в последние годы это изменилось на кардинально противоположное. Теперь ставки достигли своих исторических минимумов. Однако, даже три случая понижения после девяти случаев повышения еще не дают нам возможности предполагать о том, что это разворот. В любом случае, такие действия приводят к тому, что людям все дороже одалживать деньги. А значит, спрос на кредиты падает, а рыночные процессы замедляются. Это произошло и в поздние 1930-е. И это происходит сегодня. Что ж, это первая схожесть между 1937-м и поздним 2019-м. Но это еще не все. Давайте перейдем ко второй. Следующая вещь, которая аналогично 1937-му году происходит сегодня, это раздутая политическая полярность. Я не уверен, что многие из вас это не проморгали, но очевидно, те, кто хотя бы чуть-чуть следит за политикой, должны были заметить раскол между двумя политическими партиями, если говорить о США. Видите ли, в 1937-м году была та самая эра, когда впервые был введен популизм. Также мы наблюдали увеличенный разрыв между ультрабогатыми и другой частью населения. Как вы видите, в поздний 1937-й год была точка, когда топ 0,1% людей владели таким же количеством богатства, как и 90 остальных процентов. Дело в том, что и сегодня мы снова приближаемся к такой же точке соприкосновения. Это снова происходит. Мы наблюдаем увеличенную пропасть между богатыми и остальными. Фактически, верхушка и мы живем в совершенно разных мирах. Во что это еще выливается? Конечно же, в разгорающуюся политическую полярность, когда на горизонте появляется все больше активных фигур со всех концов плодящихся политических партий. Я лично стараюсь не следить за политикой, потому что то, что они там говорят, совершенно не делает меня счастливее. Однако очевидно, что у нас есть очень решительные лидеры во главе каждой отдельной партии. Такую же картину мы наблюдали и в позднем 1937 году. Популизм и разделенная политика. Мы находимся в заключительных этапах долгосрочного долгового цикла. Точно так же, как и в 1930-х годах. Что случилось в период с 1930 по 1932 годы? Была жесткая просадка, когда процентные ставки достигли нуля. Приблизительно в 2012-м произошла такая же ситуация. Жесткая просадка и процентные ставки достигли нуля. В общем-то, это и должно происходить на поздних этапах долгосрочных долговых циклов. Возможно, насчет долговых циклов я сделаю отдельное видео, там очень интересный может получиться контент. Пишите в комментариях, если хотите такое видео. Как вы знаете, на данный момент ФРС, Федеральная резервная система, имеет недостаточно полномочий, когда речь идет о поднятии процентных ставок. Да и когда мы говорим о количественном смягчении тоже. Очень похоже на то, что происходило в 1937 году. Как сказал Рей Далио, если экономика вынуждена замедляться, возможность справиться с этим замедлением путем понижения процентных ставок и использования количественного смягчения очень ограничена из-за множества причин. Так что да, это то же самое, что происходило в поздних 30-х годах. Такие же условия были и сегодня, и тогда. Итак, теперь мы переходим к последней причине, почему 1937 и 2019-2020 настолько похожи. Но затем, после этого, я хочу обсудить вопрос. Как мы можем приготовиться к тому, что может потенциально произойти в будущем? Надеюсь, вы помните, рынок в поздних 30-х годах никак не мог восстановиться на протяжении 17 лет, пока снова не вернулся к вершинам 1937. Как же готовиться к этому? Это сейчас очень актуально. Расскажу в конце видео. И, наконец, последняя схожесть между 1937 и сегодняшним годом – это восходящие силы. То, что называется Great Power. В 30-е это были, например, Япония и Германия – страны, которые быстро поднимались и соревновались за звание доминирующей силы. И сегодня происходит абсолютно то же самое, только названия поменялись. Китай становится практически такой же могучей страной, как Соединенные Штаты Америки. Например, в случае с ВВП они уже приближаются к американцам. Да, он еще не такой величины, как у США, но темпы роста у китайцев выше. Китай можно назвать и растущей силой, особенно экономической силой. То же самое происходило и в 37-м году, только страны были другие. Рэй Далио сказал следующее. Тогда Соединенные Штаты и Англия выиграли Первую мировую войну, и у нас был мир. Но затем вместе с растущими силами Германии и Японии возникло такое мощное экономическое соперничество, что оно стало еще более антагонистическим. Я думаю, сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда Китай демонстрирует растущую силу, а США уже являются существующей экономической силой. В этом и есть конкуренция, и это может перетечь в антагонизм. В любом случае, мы разобрали с вами 4 ключевых момента, которые указывают на схожие ситуации тогда и сегодня. То есть схожести 1937 и 2019-2020 годов. Подытожим. Это первое, экономический цикл. Второе, рост популизма, а полярность политики на этом фоне увеличивается. Третье, долгосрочный долговой цикл. И четвертое, растущие силы. К чему все эти пункты привели в 1937 году? Что ж, сначала рынок обрушился почти на 50% за один год. Для традиционных рынков это очень большой обвал за такой короткий период времени. Но куда более важным является совсем не это, а то, на что сам Далио обращает ваше внимание. Рынок не восстанавливался на протяжении следующих 17 лет. Представьте, что у вас есть деньги в фондовом рынке, рынке акций и так далее. Вы их оставили в рынке на целых 17 лет. Но потом, спустя это долгое время, вы возвращаетесь и видите, что ваше состояние вообще никак не изменилось. 17 лет впустую. Это очень много времени, которое жалко потратить, не получив никакой прибыли и дохода. Поэтому, ребята, очень важно, чтобы вы занялись своим портфелем сейчас. Пока еще не слишком поздно. Очевидно, вопрос, который вы сейчас молчаливо задаете себе. А как же мне приготовить портфель? Как мне составить это портфолио? Это хороший вопрос, и я собираюсь показать вам три ключевых способа, которые у вас есть в распоряжении. И которые вам помогут подготовиться к большим потрясениям. Один способ предлагает сам Рэй Далио. Второй лично от меня. А третий способ использует Уоррен Баффет. Итак, я начну с одного из самых масштабных способов приготовиться к краху, который рекомендует сам Рэй Далио. И этот способ связан с золотом. Рэй говорит, что у нас сложилась ситуация, когда мы имеем слишком много долгов. Большое количество долгов приводит к печатанию денег, чтобы предоставлять услуги было легче и гасить эти долги тоже было чем. А это все значит, что часть вашего портфеля должна быть в золоте. Далио уверен, что будет благоразумно иметь диверсифицированный портфель, в котором массовая доля золота будет составлять от 5 до 10%. Он утверждает, если вы не владеете золотом, вы либо не знаете историю, либо не знакомы с экономикой. Что касается меня, я тоже немного инвестирую в золото, причем уже достаточно давно. Я бы сказал, что около 5% моего портфеля занимает именно физическое золото. Золото известно как безопасная гавань на протяжении тысяч лет. Когда люди напуганы, а рынки терпят крах, существует очень большая вероятность того, что они будут переходить именно в золото. Второй способ, как подготовиться к тому, что потенциально может скоро настать. И это мой любимый способ. Это акции, которые платят дивиденды. И когда я так говорю, я имею в виду, что у них есть дивидендная доходность, компания имеет хорошую сильную структуру, качественную конкурентоспособную бизнес-модель и особенное предпочтение нужно отдавать акциям, которые называют дивиденд-аристократы. Это такие составляющие индекса S&P 500, которые увеличивали свои выплаты дивидендов в течение 25 или более лет подряд. Это объяснение для тех, кто не знал, что такое аристократы-дивиденды. Итак, почему инвестирование в дивидендные акции является такой хорошей стратегией в тех рыночных условиях, в которых мы сейчас находимся? Допустим, аналогия Рео Далио оправдается. И сегодня случится то же самое, что в поздних 30-х годах прошлого века. Что ж, если бы вы держали сильные дивидендные акции на протяжении этого времени, целых 17 лет вы бы все равно получали бы дивиденды. И никакой роли движения цены в это время для вас не играли бы. Если вы купите правильную дивидендную акцию компании с сильной бизнес-моделью, вам вообще будет плевать на движение курсов. Вы сможете опираться на эти дивиденды как на источник дохода. В частности, я бы рекомендовал обратить внимание именно на дивидендных аристократов, о которых мы говорили чуть ранее. Эта группа акций показала отличные результаты во времена краха в рынке, если сравнивать с остальными. Их волатильность была ниже, риски были ниже. Более того, в долгосрочном забеге они утерли нос всему рынку. Это очень простая и эффективная стратегия, которую вы можете использовать. Но золото и дивиденды – это не единственные способы приготовиться к большому краху. Позвольте мне показать метод Уоррена Баффета. Известный миллиардер заработал рекордную сумму в 122 миллиарда долларов наличными. Вопрос заключается в том, а зачем он держит такую большую сумму в наличке? Ответ очень прост. Потому что он готовится к большому краху. Давайте посмотрим на математику, которая за этим скрывается. Фактически то, что происходит в периоде, в котором мы находимся, является причиной, почему Баффету все сложнее находить хорошие сделки на фондовом рынке. Поэтому он находится в режиме ожидания того самого дня, когда найдет привлекательные сделки. Пока акции не станут дешевле, и тогда он сможет использовать свои наличные деньги. Возможно, даже во время краха рынка. Поэтому у него сейчас столько наличных. Около 40% всего его портфеля – это наличные деньги. Кстати, что касается меня, то у меня где-то 10-15% наличными деньгами. И я лично использую все три способа подготовиться к краху. Золото, дивиденды и наличные. Ну и, конечно же, ребята, биткоин. Куда же без него? В него я верю больше всего. И он занимает самую большую часть моего портфеля. Именно так я готовлю свой портфель ко всем потенциальным рыночным условиям. Если вы еще раз внимательно и вдумчиво посмотрите это видео, и найдете все схожести и сигналы, на 99% вам покажется, что мы находимся в точно таком же периоде, как и в поздних 30-х годах прошлого столетия. Со своими особенностями, конечно же, но все-таки. Очень важно изучать прошлое, чтобы понимать будущее. А знаете почему? Потому что больше нам некуда смотреть. Мы можем смотреть в прошлое, анализировать настоящее и планировать будущее. Поэтому, будьте готовы ко всему. Давайте наберем на этом видео 3000 лайков, чтобы оно попало в рекомендации, и мы быстрее набрали бы 100 тысяч подписчиков. Я наснимал уже более 300 видео, и думаю, уже точно заслужил хотя бы серебряную кнопку от Ютуба. К сожалению, на Новый год я навряд ли получу, но может быть на следующий. Очень хочется, ребята, правда? Спасибо за поддержку. А меня зовут Богатейший. Иди, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. Берегите свое здоровье. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова